Привет! В этом видео я вам покажу два варианта макияжа для карих глаз. Карие глаза сами по себе являются очень ярким акцентом. И в основном выделить их можно самым минимальным количеством средств. Например, розовые, персиковые оттенки, они распахнут ваш взгляд. А вот оттенки металлик, они привлекут еще больше внимания к вашим глазкам. И яркие, золотые, бронзовые, шиммерные, максимально шиммерные оттенки, это такой самый-самый простой и легкий способ сделать яркий вечерний макияж для карих глаз. Вообще, в целом, если рассматривать, карие глаза могут выдержать любые яркие цвета макияжа. Вы можете спокойненько делать зеленые, фиолетовые, синие макияжи. И, кстати, с этим цветом глаз очень круто смотрятся цветные туши, яркие карандаши на глазах. Так что, если вы обладательница именно этого оттенка, вам реально очень повезло, потому что можно сделать любой яркости макияж, и глазки при этом это выдержат. Я уже сделала тон, скульптурирование, моделирование и бровки, поэтому давайте же скорее приступим к макияжу глаз. И первый вариант у нас будет такого дневного, легкого, но при этом с изюминкой макияжа. Черным карандашиком затемняем внешний уголочек. Вот так вот нанесли, и сразу плоской кисточкой быстренько это все растушевываем. Вот так вытягиваем прям вдоль ресничного ряда, и сюда в складочку века. Повторяем это же на другом глазике, и растушевываем. Я думаю, вы помните, это нужно делать очень-очень быстро, потому что черные карандаши хорошенечко любят застыть. И чтобы у нас не было никаких пятен, нужно его растушевать очень быстро. Вот такая схемочка должна у вас получиться. А теперь берем тени. Я взяла вот такую вот малышечку, всего лишь из четырех цветов, и мы сейчас ей сделаем макияж. Набираю вот этот вот коричневый, и дублируем наш карандаш. Дальше на пушистенькую набираем вот этот вот посветлее оттенок, и растушевываем на неподвижное веко наш коричневый. И прям в складочку заходим, полностью все хорошенечко растушевываем. И остатками коричневого проходимся по нижнему веку. Совсем-совсем чуть-чуть, просто чтобы подчеркнуть глазик. Внутренний уголочек высветляем хайлайтером. Прям так хорошенечко проходимся еще по нижнему веку. И набираем наконец-таки наш прекрасный золотой. Просто не сильно много. Наносим его на центр нашего века. Вот сюда. Ну вот, смотрите, какая красотища получается. Очень красивый, нежный переход. И смотрите, как с золотом сразу заиграли карие глаза. Теперь еще прокрашиваем реснички тушью. И любой нюдовой помадой прокрашиваем губки. Выберите любой цвет, который вам нравится на каждый день. И вуаля, первый вариант макияжа готов. Ну а дальше я вам покажу, как из этого макияжа сделать вечерний яркий вариант. Набираем темно-коричневый цвет и затемняем уголочки еще сильнее. Как бы просто наслаиваем их. И еще сильнее прокрашиваем нижнее века. Прям конкретненько так его затемняем. Смотрите, какими яркими они уже стали. А это мы только начали. Добавляем золотого еще больше. Только смотрите по вот такой вот схемке. Как бы по кругу. Берем черный карандашик. И прокрашиваем хорошенечко слизистую. Так где-то слоя 2-3. Это ведь у нас вечерний макияж, поэтому должно быть ярко. Берем яркую подвойку, которая у вас есть. У меня это La May Moonrise. В таком вот хамелеонном зеленом оттенке. Я уже снимала с ней макияж, так что заглядывайте на страничку. Берем и наносим ее полностью на центр века. Не как стрелочку, а как тенюшки. И плоской кисточкой быстренько растушевываем. Как бы втушевывая его в наш золотой цвет. Такой у нас будет яркий-яркий акцент. Ну как вам? На этом глазики еще нет, а на этом уже есть. Мне нравится, как она смотрится, надеюсь вам тоже. Проделываем то же самое на другом глазике. Главное эту подводку тоже быстренько и хорошенечко растушевать, чтобы она не успела застыть. Ну как вам? Смотрите, как карие глаза заиграли с этим оттенком. У меня еще карий оттенок, немножечко такой ореховый, поэтому мне особенно подходят зеленые оттенки в макияже. Прокрашиваем сильнее реснички. И будем рисовать еще сюда стрелочку. Делайте ту, которая вам нравится, можно пошире, потоньше. Смотрите на свое настроение. Я сделала такую средненькую стрелочку. Та-дам! Стрелочки готовы. Смотрите, какие яркие глазки у нас получились. Можно еще добавить накладные реснички, но я уже не стану их так сильно грузить. Мне кажется, так тоже в целом смотрится очень даже круто. И мы сейчас еще немножечко поменяем нашу помаду. Набираем красный цвет и затемняем уголочки. Будем делать такое некое подобие омбре. Губки уже тоже накрашены. Ну как? Пишите ваше мнение, как вам такой яркий макияж. И заметьте, и с первым, и с вторым карие глаза смотрятся очень ярко, несмотря на яркие пигменты на веках. Пишите скорее, для какого цвета глаз в следующий раз делать макияж. Ну а у меня на этом все. Вот такие два варианта макияжа для карик глаз у нас получились сегодня. Пишите скорее, какой вариант вам понравился больше, первый или второй. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. До встречи в следующих!